Болезнь какая-то, и ополчение начало болеть, люди начали умирать. И неожиданно, неожиданно, явился нерукотворный образ спасителя. То есть откуда он появился, неизвестно, но вот он появился, и после этого здесь был крестный ход, и ополчение было спасение. Вот спустя некоторое время, в 1615 году, после этого здесь и был основан Кирилл-Аханасьевский монастырь в честь Аханасья и Кирилла, в общем, известных святых. И здесь в 17 веке начинается строительство каменных храмов. Первым был построен, первым была построена в 1660 году церковь Аханасья и Кирилла, а в конце 17 века вот за мной находится Спасопробоинская церковь, вот связана с этим образом. То есть она поначалу была городская, а монастырь находился вот в той части. Почему Спасопробоинская? Потому что здесь в 17 веке шла улица Пробоинская, то есть ее как бы пробили через всю ткань города. Вот, но я не буду долго рассказывать историю монастыря. В общем, в советское время все это находилось в очень печальном состоянии. Здесь были предприятия, не было глав, не было колоколин, не было ворот. И в 2008 году это было передано Кириллу Аханасьевскому мужскому монастырю Русской Православной Церкви. И наша фирма вот тогда начала эти работы. Фактически здесь были остатки производственных конструкций, то есть этажи внутри помещений. Первая была адвокатурирована церковь Аханасья и Кирилла. В 2010 году неожиданно рухнула башня, тысячелетие Русславля, которая справа. И ее воссоздали фактически заново. Ну и начались реставрационные работы. В прошлом году были восстановлены главы Спасо-Трабоинской церкви. И в прошлом году по нашему проекту, в частности мне пришлось делать корректировку. Заново была воссоздана колокольна Церкви Аханасьевского Кирилла, которая находится за правой. То есть я тоже очень много только этим занимался. Очень много занимался южными воротами Кирилла Аханасьевского мастеря, которых не было вообще. То есть их мы создали... Вот этих ворот, да. Мы их воссоздали полностью по историческим фотографиям. Это ворота уже классические, эпохи классицизма 19 века. Ну вот и сейчас идет восстановление второй колокольни, уже завершается к Новому году. Но мы посмотрим ее с другой стороны. Отсюда не видно из-за храма. Колокольня Церкви Спасо-Трабоинской. Сейчас мы подойдем. Фоткала, а у меня весь объектив уже замерз. Такими штучками. Мне кажется, все равно градусов 10. Ну, обменяемся, у кого что есть, а там выберем на пальчик. Нарусится.